Ломбарды Алматы и Алматинской области стали жертвами мошеннической группировки. Аферисты сдавали фальшивые золотые изделия и таким образом обманули более 20 организаций. Наш корреспондент расскажет подробнее. По словам пострадавших, злоумышленники действовали втроем, не считая водителя. Посещали разные ломбарды с поддельными удостоверениями. Издавали якобы золотые цепочки и за каждую сделку брали от 100 тысяч тенге и больше. Жертвой мошенников стала предпринимательница Банну Жадыраева. Ее обманули почти на полмиллиона тенге. 25 апреля мы выявили. Начали звонить. Эти двое недоступны. Первые, Халтаев и Абдрашид Шингстан. А Нартов доступен. 27 апреля мы обратились к Карасайский отдел в Алматинской области. Они не хотели принимать у нас заявление. Они приняли. На следующий день отправили сообщение, что они не рассматривают. Дело отправляют в архив. И таких обманутых с апреля минимум 20 организаций. Общая сумма ущерба может превышать десятки миллионов тенге. Примечательно, что почти все изделия выглядят одинаково. В них содержание золота не превышает 7%. Остальное – сплав других дешевых металлов. Пострадавшие предполагают, что подозреваемые в цехах изготавливали поддельные золотые цепочки и сбывали их. За пару дней к нам в ломбард эти трое по отдельности принесли одинаковые цепочки. Первую приняли. Последующие вызвали подозрения. После этого провели экспертизу и выяснили, что украшения не золотые. Сейчас дело рассматривает полиция Алмалинского района города Алматы. Пострадавшие требуют возврата средств и наказания для аферистов. На сегодняшний день потерпевшими по уголовному делу признаны 7 человек. Именно столько людей официально обратились в полицию с заявлением. В рамках уголовно-процессуального законодательства проводятся следственные действия. Пока злоумышленники на свободе, пострадавшие волнуются, что количество жертв будет только возрастать. Елена Марайбеков, Сергей Шуйский, Информбюро.